Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооружённые силы. Наверное, каждый, кто слышал эти слова, потом уже никогда не мог их забыть. Событие, объявленное первым диктором Советского Союза Юрием Левитаном, навсегда впечаталось в их памяти. И уже никто после не мог и думать о прежней жизни. 22 июня для страны Советов стала датой начала новой, тяжёлой жизни. Газета не может предвидеть. Вот газета за 22 июня, передавая статья «Выходите на кросс». Кто бы знал, что именно таким кроссом будет. И пока сообщение разносилось по всей стране, жизнь шла обычным чередом. Газеты выпускались в срок, говорили о простой жизни. Когда передавая пыталась справляться с натиском врагов. И уже потом сводки стали печататься чаще. И писалось о самом важном – военном. Утро 22 июня для всех жителей страны было обычным воскресным утром. И никто и подумать не мог о надвигающейся беде. Ведь ещё накануне простые граждане Советского Союза были озабочены личными проблемами. Любовь Прокопьевна вспоминает, жизнь её и без того была не сахар. Жили впроголодь, мать была одна, нужно было кормить ещё и младшего брата. С 22 июня всё отошло на второй план. Она пошла осваивать ещё и редкую профессию для женщины – механик судна. И 22 июня 41-го у Любы Степаньковой стала своей отправной точкой. Мне было 16 лет, я не понимала, что это такое, что это война, потому что я всё время была в голоде. И когда пошла время, если на училище меня стали кормить, я включилась в работу для того, чтобы не опозориться. Каждого этот день застал в разных местах и за разными делами. Но сразу стало очевидно – теперь все заодно большое дело. Конечно, нынешнее поколение не имеет возможности даже представить, что чувствовали люди в тот день. Однако о его значимости говорят в голос и, главное, помнят не только о Дне Победы. 22 июня – это очень важный день. В 4 часа утра на нас напали немецко-фашистские войска. Это наша история. Не знаю, наверное, в каждой семье есть деды и прадеды, которые воевали. И сейчас все видим в мире, что творится, что происходит. Поэтому нельзя об этом забывать. Это на самом деле благодаря нашим дедушкам, бабушкам мы сейчас и живем. У нас есть будущее, у нас есть чистое небо, все благополучно. Побеждает тот, кто хочет мира, а не тот, кто хочет войны. Захватчик изначально проигрывает. И сегодня молодое поколение, практически ровесники тех, кто шел на передовую в годы войны, готовы отдать дань памяти тем, кто зачастую ценой своей жизни подарил нам мечту, на счастье. Мы должны понимать, что они сражались за наше поколение, за наше будущее, за наше светлое будущее в первую очередь. То, что мы должны чтить и понимать, что мы должны в первую очередь уважать тех людей, которые погибли за нас. И это очень, это очень сильно, очень, очень горжусь ими. С Краснодарской земли на фронт ушли почти 450 тысяч человек. И около 160 тысяч из них так и не вернулись домой. В памяти подвиги большой страны в целом и каждого героя в отдельности сегодня возложат цветы к вечному огню и почтят память минутой молчания. Редактор субтитров А.Семкин